Я говорю не о платном образовании, а просто деньги заплатили, бедами, если фамилия внесена, ни одного экзамена не сдавали, ни одного инвекции не слышали. И таких 35% на странах. И они работают судьи, прокурорами, адвокатами, следовательно, не используются. Как вы знаете, гонят на учёку через полгода. Так, ну хорошо, значит, Синяя и Наталья Владимировна, я думаю, что вы не хорошо не знаете, я не знаю, что он завтра задается дежурничная университета. Ну, всё самое новое, самое интересное, поскольку она, к сожалению, не очень часто, когда я не знаю, что это за год, она сам остается. Жаль на протезе, как полгода, минут на 40 удались, мне надо, чтобы на больнице уделись. Хорошо. Синяя Владимировна, я должна сначала подписаться, понятно, значит, 20 тысяч. Даже не знаю, что сказать. Спасибо, буду выверсать. А, чуть-чуть, чуть-чуть, еще сверху. А, даже. Это комарк, там, где я... Так. Один ваш. То есть вам нужна будет справка, позвоните заранее. Да, ну это будет уже в следующем году. Спасибо большое. Коллеги, доброе утро. Спасибо за возможность. У вас что-то там падает. Извиняюсь, что задержалась. У нас перед Новым годом, как у многих, наверное, и у вас все, что не доделано, необходимо срочно закрывать. И все, кто обнаруживает, в общем-то, в своих делах какие-то пробелы, считает возможным их заполнять. И, в общем, работа органов государственной власти с этим, конечно, непростая. Поэтому я заранее извиняюсь, если мне придется переговорить в момент нашей лекции с руководителем. Потому что параллельно возникли тут у нас неотложные некоторые вопросы. Но я думаю, что это не помешает нам сегодня с вами пройтись по тем изменениям в законодательстве, которые произошли в течение последнего года. Я не прощаюсь. В течение последнего года, либо же были приняты в конце прошлого, но за последние 365 дней имели некую реализацию, воплощение, и по ним принято решение высших судов. Такая практика в этом году формировалась. Она формировалась, на наш взгляд, активно. Но по просьбе Сергея Викторовича я сегодня затрону вопросы, в первую очередь, связанные с деятельностью управляющих организаций. В той же мере это касается деятельности товарищ-собственников жилья. И немного затрону вопросы общего имущества собственников и тех новых абсолютно направлений, которые федеральный законодатель развивает в части изменения этого режима. Во-первых, хотелось бы сказать, что наше законодательство неотрывно связано с теми тенденциями в обществе, которые в настоящий момент не просто наблюдаются, они реализуются не только в виде общественной мысли, но и в виде правовых актов. В частности, первое изменение, о котором я бы хотела с вами поговорить, оно касается вопросов участия наших граждан, нас с вами, органов государственной власти, но в первую очередь, да, это гражданских лиц, в общем, юридических лиц, относительно благоустройства городской среды. В течение прошедшего года в послании президента было обозначено это направление, и, в общем-то, за основу был взят опыт города Москвы. Может быть, вы слышали, что в центре Москвы была проведена достаточно масштабная реконструкция, связанная с созданием благоприятной среды. Реализовывались одновременно ремонты многоквартирных домов, нежилых зданий, изменения и перенос коммуникаций, ремонт дорог. Все это называлось таким комплексными проектами благоустройства. Москва пошла вперед, она проволодила голосование на сайте правительства Москвы за принятие решений о тех или иных проектах благоустройства. В общем-то, все коммуникации фактически были убраны под поверхность земную, да, в общем-то, все было приведено в очень красивый вид. Если кто-то из вас в Москве был, видели, да, что, в общем-то, результат был прекрасный. И вот этот вот проект был взят за основу и запущен в целом в других субъектах Российской Федерации, по крайней мере, такие задачи были поставлены, а также такие задачи были поставлены перед законодателем. Поэтому вот 15 декабря 2017 года, это буквально на дня, Советом Федерации приняты изменения в жилищный кодекс, которыми дополнены полномочия общего собрания собственников многоквартирных домов. Одним из вопросов, которые должны рассматриваться на этих собраниях, были установлены вопросы благоустройства земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что в Санкт-Петербурге земельные участки сформированы по-разному. Если в центре города мы говорим, что они фактически сформированы по фундаменту, нужно понимать, что в любом случае есть зазор на отмостку. То есть прямо по фундаменту, естественно, земельный участок не сформирован. А в районах, которые в самом непосредственно центре не расположены, и в домах нового строительства зачастую размеры земельных участков значительны. И, в общем-то, здесь возникало множество вопросов, и целый клубок судебных споров, связанный с режимом использования этих земельных участков. Среди них, в первую очередь, естественно, хотелось бы отметить те земельные участки, которые фактически были огорожены товарищескими собственниками жилья. Те земельные участки, допуск к которым производился путем открывания и закрывания, шлагбаумов. Как в органы прокуратуры, так и в органы суда жаловались те собственники, которые не согласны с общим решением, принятым, и со своим участием в содержании подобных элементов благоустройства. Так или иначе, вроде бы все понятно, что если земельный участок находится в общей собственности, то распоряжение его должно осуществляться по соглашению всех собственников, так как, в общем-то, эти вопросы регулирует Гражданский кодекс. Но вместе с тем, скажем так, однозначного решения в этих спорах точка поставлена не была. Ввиду того, что решение по этим вопросам принималось простым большинством граждан, собственников помещений и многоквартирных домах, и фактически создавалась ситуация, когда тот, кто голосовал против, вынужден был подчиниться принятому общему решению в дальнейшем, в том числе и понесению расходов. Однако, например, приобретение отдельных ключей, если вы понимаете, там существует такая система брелоков при поднятии шлагбаумов, получение этих ключей производилось за отдельную плату. И вот, например, такие споры рассматривались и в прокуратуре, и в суде. И по-прежнему они и дальше будут решаться, конечно, неоднозначно, всегда будут несогласны с установлением режима. Но вместе с тем, я хотела обратить ваше внимание, что решение собраний относительно благоустройства земельных участков определено федеральным законодателем как один из важнейших вопросов, который обязательно должен рассматриваться общим собранием. И то, что в Санкт-Петербурге существует целый ряд правовых актов, которые регулируют вопросы благоустройства. Вопросы благоустройства – это, в общем-то, несвободная такая сфера деятельности. Она полностью урегулирована действующим законодательством Санкт-Петербурга. В первую очередь об этом говорит закон о благоустройстве в Санкт-Петербурге. Там установлены определенные правила, за нарушение которых лица могут привлекаться к административной ответственности. Как управляющие организации, так и, в первую очередь, товарищи собственников жилья, которые ведут значительный объем работы относительно объектов благоустройства. Вот этим вот нашим законам Санкт-Петербурга, чтобы было, может быть, более наглядно и понятно, в исполнении его приняты правила благоустройства в Санкт-Петербурге. Эти правила были утверждены еще в 2016 году постановлением правительства номер 961. И там подробно описано все-таки, какие элементы благоустройства у нас в Санкт-Петербурге считают такими элементами, для установки которых необходимо соблюдение определенного порядка согласования. Вот в том числе порядок согласования установки ограждений и шлагбаумов, и, в общем-то, даже размещения объектов изеленения. Так вот, к этим объектам относятся декоративные элементы устройства, оборудование, скамейки, спортивное оборудование, шлагбаумы, как я уже говорила, озеленение велосипедной дорожки, рядовые и грунтовые посадки, растительный компонент. Ну, это вот цветы, травянистые растения. И все вот эти вот элементы, они все-таки законодательством в настоящий момент отнесены к объектам благоустройства. И согласование их размещения осуществляет Комитет по градостроительству и архитектуре. В общем-то, хотела сказать, что отсутствие согласования Комитета по градостроительству и архитектуре однозначно влечет привлечение к административной ответственности. Порядок, как я сказала, уже установлен. Привлечение осуществляет государственное жилищное, к ответственности государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга. То есть, если отсутствует разрешительный документ Комитета по градостроительству, то, в общем-то, при поступлении жалобы, например, на наш портал, сейчас, в общем-то, этот портал достаточно развит, это форма электронной связи с органами государственной власти, то фактически неминуемо привлечение к административной ответственности. Цели какие? Согласования этих вопросов. Ну, во-первых, это не нарушение архитектурного облика, не ухудшение его, сохранение коммуникаций наземных и подземных, потому что, например, даже преследуя благую цель, при принятии общего собрания примут, например, собственники решения, что на придомовой территории необходимо высадить там кустарники или деревья, да, в общем-то, казалось бы, все понятно, но вместе с тем при производстве этих работ могут быть задеты коммуникации, да, и при размещении этих объектов благоустройства. И фактически это может повлечь такой ущерб, который, в общем-то, не предполагался. При реализации некого проекта благоустройства придомовой территории. Вот, поэтому просто хотела вас все-таки к этому вопросу развернуть с целью того, что да, действительно, на общем собрании будут рассматриваться вопросы благоустройства, теперь так, как это законодатель определил, но вместе с тем задание на размещение и лист согласований, который установлен комитетом по городостроительству и архитектуре, является конечным и полным звеном завершения и реализации вот этого нового права, который предусмотрен в жилищном кодексе для рассмотрения всех этих вопросов. Я бы хотела еще вам рассказать о том, что действительно само направление благоустройства земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, они так или иначе связаны у нас с вами с теми территориями общего пользования, которые расположены у нас в районах и на территории муниципальных образований. И сейчас на уровне Российской Федерации готовится в общем-то стимулирующий такой некий проект, который не будет, конечно, иметь такого отдельного самостоятельного правового регулирования, но вместе с тем предполагается принять в начале следующего года, а именно проведение открытых конкурсов в целом в Российской Федерации на территории буквально каждого муниципального образования. Такой конкурс готовится для того, чтобы собственники помещений могли проголосовать за лучший проект на территории каждого муниципального образования. И этот проект, безусловно, должен решать комплексные вопросы, связанные с благоустройством. Поэтому, как я говорю, тенденции, которые в настоящий момент действуют в обществе, они развиваются прямо на наших глазах, они так или иначе имеют отображение при внесении изменений и законодательства. Но другой тенденцией, которой законодатель так или иначе придерживается, это являются те изменения, которые вносятся в соответствии с принятыми решениями высших судов. И тем же числом, 15 декабря 2017 года, Советом Федерации примет еще один федеральный закон о внесении изменений в жилищный кодекс, который уже связан с принятием постановления Конституционным судом. 12 апреля 2016 года, это уже продолжительное время назад, Конституционный суд принял постановление номер 10-п, в котором высказал свою позицию относительно правомерности, возможностей и вообще существования системы капитального ремонта, которая предусмотрена в настоящий момент жилищным кодексом. Если коротко, она состоит в том, что собственники, приобретшие жилые помещения, однозначно в любом случае вносят взносы на капитальный ремонт, направляют их либо региональному оператору, либо владельцу специальных счетов, которым может быть как товарищество собственников жилья, так и управляющая организация, с целью дальнейшего проведения капитального ремонта в соответствии с региональной программой, утверждаемой субъектом. В региональной программе утверждаются периоды, в течение которого такой капитальный ремонт должен быть произведен. Вот действительно в 2016 году Конституционный суд проверял законность данных положений жилищного кодекса с целью проверки их на соответствие в частности, в том числе и закону о приватизации жилищного фонда, в котором до настоящего момента как содержалось, так и содержатся положения, которые говорят нам о том, что бывший мемодатель по-прежнему обязан выполнить капитальный ремонт многоквартирных домов, который не был произведен на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме. В частности, депутаты Хованская и ряд других поставили перед Конституционным судом вопрос о том, что не имеется ли противоречий между сегодняшними положениями жилищного кодекса и обязательствами публичных образований государства по выполнению таких работ, в общем-то, достаточно масштабных, которых требует огромных затрат, потому что у нас, например, в Санкт-Петербурге конечно это не пример другим субъектам, только Москва в принципе сравнивается с нами, но вместе с тем наша региональная программа предполагает выполнение ежегодно работ на от 5 до 7 миллиардов рублей однозначно. То есть эти обязательства они серьезные и в общем-то их исполнение оно конечно требует и материальных и правовых затраты в общем-то в большом объеме. Вот. Ну, возвращаясь к 12 апреля вот этому дню космонавтики и в общем-то могу сказать, что Конституционный суд дал достаточно развернутое и полное решение, где обосновал соответствие в общем-то и Конституционным нормам и нормам других федеральных законов положение капитальном ремонте. Если вам будет интересно само по себе это постановление, оно чрезвычайно аргументировано и там даны оценки в общем-то не только с точки зрения права Российской Федерации, но и частично международных норм. И в частности федеральному законодателю было поручено рассмотреть этот вопрос и дополнительно урегулировать порядок исполнения бывшим наимодателем обязанностей по капитальному ремонту. Противоречий не установлено, но необходимость в дополнительном правовом регулировании все-таки была определена Конституционным судом. И вот 15 декабря буквально на днях наконец-то Федеральное собрание Российской Федерации уже и Государственная Дума и Совет Федерации приняли данный правовой акт. Фактически реализация этой обязанности она представлена достаточно скромно и заключается в том, что капитальный ремонт не выполненный на дату первой приватизации, когда решение было принято, но не реализовано, сегодня в текущей реальности должно быть исполнено в первоочередном порядке. Полагаю, что это, конечно, устранение некоторых незначительных моментов, может быть, незначительных пробелок, потому что в действующей редакции жилищного кодекса уже было определено, что в первоочередном порядке должен выполняться капитальный ремонт тех зданий, в которых первое помещение было приватизировано уже в соответствии с законом о приватизации, а ремонт не был выполнен до момента включения дома в региональную программу. Например, для Санкт-Петербурга вы, конечно, прекрасно понимаете, что объем таких зданий значительный, но работы проводятся у нас по видам работ комплексного ремонта. Мы понимаем, что в настоящий момент нет, потому что для отселения собственников в общем-то необходим совершенно другой пласт уже объектов маневренного фонда, а зачастую не только маневренного, потому что возвращение в коммунальные квартиры это перспектива в общем-то не для всех. Люди, проживающие в коммунальных квартирах, многие до сих пор полагают, что их необходимо расселить независимо в общем-то от места расположения новых объектов. То есть тема такая сложная, комплексная, поэтому по-прежнему мы производим капитальный ремонт по видам работ и в настоящий момент времени уже с 2013 года, как была принята региональная программа, уже огромное количество домов отремонтированы капитально, но только по отдельным конструктивным элементам, будь там инженерные сети, фасад, крыша, фундамент, подвалы, инженерные коммуникации. Так или иначе федеральный законодатель направляет нас к решению этих вопросов, мы будем в общем-то отдельно регулировать их. В декабре месяце у нас выполнена очередная корректировка региональной программы капитального ремонта, которая действует в Санкт-Петербурге. И в связи с этим хотела обратить ваше внимание на те изменения, которые там, причины, да, изменений, которые там происходят и какие правовые последствия для каждого собственника помещения в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге они имеют. Как известно, региональная программа устанавливает четкие понятные периоды, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт тех или других элементов или систем многоквартирного дома. Но вместе с тем мы понимаем, что сама по себе региональная программа является неким плановым документом, а для решения вопросов конкретно в отношении конкретных объектов в конкретный год, не период, а год. Необходимо включение этого объекта в краткосрочный план реализации региональной программы. Однако как местные, так и федеральные законодатели обратили внимание, что дома, например, включенные в региональные программы в краткосрочный план не могут быть отремонтированы по причинам субъективно объективного характера. И в первую очередь к таким причинам были отнесены вопросы воспрепятствования. Фактически в нашем городе это выглядит следующим образом. В центральных районах многоквартирные дома в основном у нас построены в 19 веке, может быть в начале 20-го. это в большей степени объекты культурного наследия, требующие особого внимания в выполнении особых требований при проведении капитального ремонта. Но их состояние, оно, конечно, не всегда, в общем-то, позволяет нам выполнить работы без отселения собственников, которые непосредственно живут в какой-то конкретной квартире. Так как перекрытия в домах бывают не железные, а деревянные, это уж я вам совсем простой пример привожу, то получается, что вскрытие и частичная смена балок не может осуществляться без согласия собственников на проведение работ в конкретный период времени. Период времени у нас ограничен краткосрочным планом, это один финансовый год, тогда, когда средства из бюджета Санкт-Петербурга выделяются на проведение этих работ. Но, однако, не все собственники обладают, видимо, не только в Санкт-Петербурге и в других городах, в общем-то, такой сознательностью, и многие из них не согласны с проведением работ в какой-то определенный период. в общем-то, невозможно создать условия для того, чтобы выигравшие торги подрядчики пришли и эти работы провели. Проблема, видимо, достигла таких высот не только в Санкт-Петербурге, но и в Российской Федерации в целом, и поэтому в прошлом году законодатель фактически реализовал новое положение в жилищном кодексе, когда изменения в региональную программу могут вноситься без решения общего собрания. И эти изменения будут направлены на перенесение срока выполнения работ в таких домах. Что это за дома? Как я еще рассказала, там, где собственники препятствуют проведению работ, а также препятствия эти могут чинить и управляющие организации, и организации, которые обеспечивают содержание и текущий ремонт. В случае, если такие моменты будут зафиксированы, без решения общего собрания, сроки в региональной программе будут изменены. Практически во всех других случаях, за исключением случаев, которые мы сегодня с вами не будем касаться, это, например, вдруг выявлены, проведен капитальный ремонт ранее, но не был зафиксирован в технических документах. Во всех других случаях изменение сроков проведения капитального ремонта возможно только при решении общего собрания собственников в помещении многоквартирном доме. Ну, вот, говорю, законодатель такую возможность внес для органов государственной власти, указал только на то, что сам порядок фиксации вот этого воспрепятствия должен быть определен законом субъекта Российской Федерации. В настоящий момент в законодательном собрании Санкт-Петербурга такой правопроект закона рассматривается. суть его будет минова. В общем-то, мы с вами из нашей юридической практики прекрасно знаем, каким образом решаются и фиксируются вопросы неучастия каких-либо лиц в подписании актов или любых других документов. Это, в общем-то, должно быть, этот факт должен быть заактирован с участием третьих лиц. Я думаю, что такое правовое регулирование логично, обоснованно, в общем-то, судебной практикой так или иначе подтверждено, поэтому подобное регулирование будет установлено законом Санкт-Петербурга и в течение следующего года мы с вами будем наблюдать все-таки изменения сроков региональной программы по этому новому основанию. То есть, фактически, федеральный законодатель подтвердил, что общее правило там, где обязательство невозможно выполнить по причине действий третьих лиц, должно работать и в программе капитального ремонта, потому что, конечно, объем и, в общем-то, серьезность этих работ, они очень значительные. Также 15 декабря 2017 года в части капитального ремонта тем же самым федеральным законом, я не называю его номер, поскольку он еще не опубликован, но правовое регулирование такое у нас существует. Места размещения информации о проведении капитального ремонта ранее в жилищном кодексе в общем-то не устанавливались. Предполагалось, что за 6 месяцев до начала проведения работ все собственники должны быть уведомлены, что в их многоквартирном доме будет выполнен определенный вид работ и в дальнейшем с момента начала года определялся подрядчик, он уже выходил и в общем-то все необходимые работы проводил. Но видимо, я честно говоря не знаю о таких проблемах у нас в Санкт-Петербурге, может быть какие-то моменты были мне неизвестны, но в целом в Российской Федерации видимо проблематика была такой, что федеральный законодатель определил, что субъекты Российской Федерации должны определить места, где будет размещаться информация о проведении капитального ремонта в конкретном многоквартирном доме. Ту практику, с которой знакомы мы, в частности региональным операторам, такие объявления размещались в подъездах многоквартирных домов, для того, чтобы быть доступным всем собственникам многоквартирных домов. Федеральный законодатель говорит о том, что субъекты Российской Федерации должны такие решения принимать и указать конкретно, где они должны быть размещены. Мы также поработали в этом направлении и решили, что информация, которая размещается в подъездах многоквартирных домов, может быть это даже недостаточно, в любом случае сейчас тенденции очень разные, считается, что молодые люди до 30 должны получать информацию теми способами, к которым они привыкли, а именно в электронном виде, и поэтому установлена будет законом Санкт-Петербурга обязательность размещения такой информации о проведении капитального ремонта и на сайтах управляющих организаций, регионального оператора и товарища собственников жилья, если такие сайты у товариществ имеются. Поэтому, наверное, это связано с необходимостью повышения информативности, хотя, в общем-то, я думаю, что новость для каждого человека, что в многоквартирном доме будет проведен капитальный ремонт, должна быть больше радостной, чем печальней. Бывают, конечно, случаи, когда порадоваться не приходится, когда, например, проводят замену систем горячего водоснабжения, конечно, без отдельных повреждений в квартире по замене труб, как вы понимаете, особенно если они закрыты, не обойтись, но, по крайней мере, эти работы предотвращают возможные аварии и причинение гораздо более серьезного ущерба, потому что прорыв трубы ввиду того, что она уже находится в ненадлежащем состоянии, это мы видим, в общем-то, достаточно регулярно, приносит такой ущерб, который, в общем-то, выходит за рамки даже одного миллиона рублей, потому что вред причиняется, к сожалению, многим собственникам, которые затопляются горячей водой. Ну, так или иначе, в общем-то, работа продолжается наша по капитальному, ремонту. Санкт-Петербург показывает одни из лучших показателей, вот в этом году мы успеваем, в общем-то, завершить все работы на фасадах, в этом году мы проводили впервые работы в рамках, да, региональной программы по ремонту фасадов объектов культурного наследия, до этого, в общем-то, такую работу проводил КГИОП, теперь она проводится в рамках региональной программы, до настоящего момента эта система не изменена, но, в общем-то, опять-таки, да, я просто хотела обозначить, что это такой вот новый этап в нашей работе по капитальному ремонту, и на наш взгляд, он достаточно успешный, работы принимаются, значит, они выполнены качественно, принимают их эксперты и КГИОП, и, в общем-то, они отвечают всем установленным требованиям. В общем-то, относительно капитального ремонта, на сегодняшний день я, как бы, полагаю, что тема более-менее урегулирована федеральным законодателем, и вопросов относительно проведения капитального ремонта товарищескими собственниками жилья, как к отдельным владельцам счетов, к нам поступает не так много. Наверное, вы все знаете, да, что большинство средств собственников Санкт-Петербурга, они аккумулируются на счете регионального оператора, благодаря чему, в общем-то, мы производим такие большие и значительные объемы работы. Но средства господдержки пока во много раз превышают средства, полученные от собственников помещений в многоквартирных домах. В общем-то, у города пока есть возможность помогать, и, в общем-то, путем предоставления средств субсидий мы проводим эти работы, отбираем подрядчиков и, в общем-то, обеспечиваем, как мне кажется, в некоторой степени и сохранение нашего прекрасного города. В ближайшее время, декабрь, как всегда, месяц горячий в федеральном собрании, и есть некие такие вот сигналы, которые мы получаем, что будет принято все-таки в этом году еще два правовых акта. Я не могу их прогарантировать, но проанонсировать в общем тенденции законодательства мне бы хотелось для вас. Уже около двух лет идет разговор о том, что в Российской Федерации необходимо внедрить систему единых расчетных центров. Единые расчетные центры существуют не во всех городах, но вместе с тем они обеспечивают некую прозрачность, как теперь уже однозначно можно сказать, и некую законность, некую управляемость в вопросах оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. У нас с единым расчетным центром почти можно назвать ВЦКП, которые печатают розовые квитанции, которые большинство собственников в городе получают за исключением тех домов, которые находятся в управлении товарищей, собственников жилья. Как правило, это новые дома, но есть и в общем-то в центральных районах. Они получают так называемые белые квитанции. Федеральный законодатель, изучив практику деятельности управляющих организаций не в нашем городе, а в других субъектах, где гораздо чаще случаются эпизоды с банкротством управляющих организаций, с тем, что многоквартирные дома остаются без управления, требуют безотлагательных мер, вмешательства государства, чего, в общем-то, не так бы хотелось с собственниками, хотелось бы большинству из них самостоятельно управлять своими многоквартирными домами. Федеральный законодатель решил все-таки частично вмешаться в эту систему и предотвратить банкротство управляющих организаций ввиду задолженности ресурсоснабжающим организациям. То же самое можно говорить про товарищество собственников жилья, где, в общем-то, колоссальное количество жалоб для нашего города тоже характерно идет на тот расчет платы, которые председатели товарищей собственников жилья или ЖСК предъявляют собственникам. Есть, конечно, опять-таки прекрасные примеры управления, но есть и множественные примеры злоупотреблений товарищей собственников жилья. Поэтому законодатель все-таки озаботился этой проблемой, подготовлен проект о обязательном внедрении единых расчетных центров на оплату жилья и коммунальных услуг. И есть, в общем-то, тенденция решения движения документов. Мы видим на сайте Государственной Думы о том, что такой проект будет рассмотрен и принят. В общих чертах он предполагает создание в субъектах, у нас, в общем-то, один субъект такой большой, значительный, а в других субъектах муниципальных образований, единых расчетных центров, которые бы собирали информацию и отправляющих организаций, и от ресурсоснабжающих организаций, и, в общем-то, показания приборов учета многоквартирных, установленных на многоквартирных домах. И в дальнейшем производили все те манипуляции, которые предусмотрены Жилищным кодексом и правилом предоставления коммунальных услуг в части распределения платы. Ожидаем этот проект, по крайней мере, для нашего города он может означать только то, что охваченная ВЦКП нашим расчетным центром территория в 70% от территории всего города распространится на все 100%. Технологически мы к этому готовы, полагаем, что никаких у нас здесь суперреволюций не будет, нужно будет только налаживать передачу информации от товарищей собственников жилья в этот единый центр. В общем, он достаточно технически мобилен, современен, и если такой проект будет принят, я думаю, что мы сможем реализовать эти положения федерального законодательства. Заодно решим вопрос процентов, которые берут банки при внесении платежей за жилое помещение и коммунальные услуги. Вы помните о том, что для большинства товарищей собственников жилья банки не предоставляют особую льготу при сборе этих денег и перечисления на счета товарищества, и в общем-то собственники вносят такой отдельный процент еще дополнительную услугу банка. В электронном виде, конечно, такой услуги нет, но не все могут пользоваться, как мы понимаем, интернет-банками. Некоторые люди по-прежнему вносят Сбербанк эти средства и так далее. В общем, если единый расчетный центр будет введен, то этот вопрос будет решаться, он будет решен, и процентов для собственников, так же, как у нас в настоящий момент, для получателей розовых квитанций не будет. То есть некое, в общем-то, преимущество получат те собственники, которые его до этого не имели. В общем-то, это, наверное, одно из основных ожиданий на сегодняшний день единый расчетный центр. Я бы хотела сказать еще относительно нежилых помещений, тоже очень неожидаемый нам проект, но немножко в другой плоскости он лежит. Ожидается он в первую очередь нами, как органам государственной власти, которые озабочены тем состоянием жилищного фонда, который в городе на сегодняшний день имеется, ввиду действий в общем-то несознательных собственников нежилых помещений. Может быть, вы слышали, что не так давно произошла в общем-то достаточно страшная история на Каменноостровском 57, где приобретший жилые, правда, помещения гражданин начал, в общем-то, их приводить как бы в надлежащее состояние. У него был действительно согласованный проект, но работы велись не по проекту. В результате пострадали совершенно невинные люди в помещениях этого подъезда. В общем, там была серьезная угроза обрушения, этих собственников отселяли. В общем, неприятная, конечно, история. И мы по-прежнему беспокоимся о том, что если для жилых помещений у нас есть некие механизмы рычаги, перевод жилых помещений, проведение переоборудования, переустройства, проведение работ по устранению аварийности, то в отношении нежилых помещений и встроенных многоквартирных домах в настоящий момент такой механизм однозначно федеральным законодательством не регулируется. Чем кончилась эта история? Тем, что завели уголовное дело. Уголовное дело завели. Но дело в том, что, конечно, собственник, правда, лично он не производил эти работы, вы понимаете, у него были нанят коллектив строителей. Поэтому нет, безусловно, ущерб будет, ущерб, причиненный другим собственникам, будет взыскиваться с него. Город, естественно, выделил средства у нас имеется такая возможность на устранение аварийных ситуаций, которые угрожают жизни и здоровью граждан. Такие средства были выделены и необходимые безотлагательные работы проводятся за счет средств бюджета, но все они будут взыскиваться с этого собственника, фамилию я его с вашего разрешения называть не буду. Дом-то нужно не восстановить. Нет, там возможно проведение этих вопросов. нет, он, конечно, не упадет уже. В любом случае сразу были предприняты все неотложные меры для того, чтобы зафиксировать и предотвратить дальнейшее обрушение. Поэтому очень такая, в общем-то, для нас, для жилищного комитета тема сложная, серьезная. Производство перепланировок в нежилых помещениях, сознательности, в общем-то, никакой мы не наблюдаем у наших собственников. А если, в общем-то, не обладают даже техническим образованием, но вот представьте, да, есть в центре, в основном это, да, в центре нежилые помещения, потому что за пределами центра там подвалы, там, в общем-то, особенно при планировке не проводится, может, в лучшем случае подсклад, но и то с учетом требований Роспотребнадзора это не всегда реально. В центре есть определенные, да, в общем-то, красивые помещения, нежилые, даже в подвальные, они имеют, допустим, там, сводчатые потолки, все вот это вот очень красиво, и вот приходят люди, которые арендаторы или собственники, им кажется, что вот такую красоту, конечно, можно использовать незмедлительно, и, в общем-то, создать что-то очень красивое, где людей, например, кормить в ресторане, и, в общем, сносятся несущие и ненесущие перегородки, нужно понимать, что город находится, мы все время об этом говорим, может быть, это, конечно, не принимаете внимание, у нас в любом случае грунты и почвы, да, ими определяем, определенными особенностями обладают, от этого нам никуда не уйти, и иногда даже изменения внутри ненесущей перегородки, в частности, к Миноостровскому, все вот эти вот, начало этих обрушений было с момента снесения ненесущей перегородки, проектом это не предусматривалось, но, в общем, такие работы были начаты, вот, в нежилых помещениях, на которых, в общем-то, идет нагрузка, да, всех, в общем-то, этажей, снесение любой такой перегородки может иметь, ну, колоссальные последствия, вот, и, слава богу, что, в общем, строительство в то время производилось на совесть, и дома стоят, но вместе с тем трещины, и, в общем-то, повреждения несущих конструкций здания, они уже существуют, а федеральный законодатель до настоящего момента этот вопрос однозначно не решил, и мы очень ждем проекта, который позволит установить понятные и, в общем-то, понятные для всех правила работы в нежилых помещениях, многоквартирных домах, такие, как установлены для жилых, да, там есть, в общем-то, отдельная глава в жилищном кодексе, где четко указано, какие документы, когда, куда должны быть предоставлены, какие санкции за самовольную, в общем-то, перепланировку не говорю уже о использовании помещений в качестве жилых, в качестве нежилых. Очень ждем этих правил. Вас в каком направлении они интересуют? Ну, вот, какие факты? В основном, по крайней мере, ту практику, которую видим мы, да, она связана с тем, что собственники других помещений в многоквартирном доме, да, вот, нежилых в частности, они оспаривают саму возможность перевода и обустройства выходов. В основном, это связано с этими вопросами, потому что людей волнует, что если вдруг у меня за стеной или прямо подо мной откроется какой-то магазин, который будет там торговать, да, до позднего времени или общий ПИД, который будет праздновать до трех часов утра и, в общем, все в основном проблемы, люди, которые ставят и в суде оспариваются, они связаны именно с этим, потому что других оснований, в общем-то, законодатель не предусмотрел. Я могу сказать, что практика в Санкт-Петербурге одно время однозначно складывалась в направлении, что согласие, в общем-то, собственников не требуется, но вместе с тем в настоящий момент администрации районов, которые принимают решения, да, по этим вопросам, в том числе и по согласованию всех вот этих вот проектов, они, в общем-то, однозначно на сегодняшний день требуют решений общих собраний или же решений собственников в виде отдельных решений, как на согласие для случая обустройства отдельного входа. Вход в подвал, собственность, кубин. Вход в подвал он в настоящий момент и так имеется. Там есть нюанс, да, Сергей Викторович, например, восстановление ранее заделанных у нас вот этих вот проходов, выходов, да, при подтверждении историко-культурной экспертизой, что там действительно ранее был выход, в этом случае согласие собственников не потребуется, но для этого необходимо заключение экспертов. А обустройство нового выхода вот в настоящий момент времени практика больше судебная складывается к тому, что общее имущество в виде стены используется. Хотя, в общем-то, как бы, если меня спрашивают, да, как собственника, как, в общем-то, профессионала, я могу сказать, что при учете, при государственном учете, да, жилищного фонда, то есть оформлению технических паспортов и так далее, не учитывается объем поверхности стен, расчет производится все-таки несколько в другом порядке. Поэтому практика сформировалась таким образом, в принципе, все хотят, чтобы решение органов государственной власти принималось все-таки с учетом, мнений, и создавались, в общем-то, такие сложные ситуации. Поэтому администрация района сейчас такие документы истребуют у заявителей. Но с другой стороны, как вы понимаете, это только привело к чему, что зачастую работа производится самовольно. И поэтому у любой медали есть две стороны. В общем-то, ужесточение требований приводит к полному несоблюдению процедуры. Ну, за это, соответственно, мы с вами знаем, установлена административная ответственность, но хотелось бы, конечно, чтобы все было иначе. Вот. И относительно коммунальных услуг, которых я частично коснулась, предоставления коммунальных услуг в связи с расчетными едиными центрами, я хотела обратить ваше внимание на изменения в 354-е правило, которые так или иначе у нас реализуются в течение вот этого всего прошедшего года. Изменения были внесены в конце 2016 года, но связаны они вот тоже, в общем-то, с разными нерадивыми собственниками многоквартирных домах. Вопрос касается приостановления и ограничения предоставления коммунальных услуг. Тема очень острая, она в общем-то, и для управляющих организаций важна, и для товарищ собственников важна, а также важна для тех собственников, которые не согласны с выставленной платой, которым производится отключение так называемых коммунальных услуг. Обращаю ваше внимание, что такие изменения в этой части были внесены в правило предоставления коммунальных услуг 354. И вот вопрос ограничения и приостановления предоставления коммунальных услуг в связи с задолженностью в настоящий момент имеет следующее правовое регулирование. Для того, чтобы приостановить или ограничить предоставление коммунальной услуги в связи с задолженностью, федеральный законодатель нам говорит о том, что необходимо направить соответствующее уведомление и в течение 20 дней со дня доставки потребителю уведомления уже может быть произведено ограничение и приостановка предоставления коммунальной услуги. Но особенностью этого предупреждения и уведомления является то, что расширен сам перечень способов, которым потребитель может быть уведомлен о таком предстоящем ограничении. Достаточно интересный, на мой взгляд, перечень. Например, в числе уведомлений, способов уведомления постановление правительства Российской Федерации называет передачу сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонный звонок с записью разговора, сообщение электронной почты или через личный кабинет потребителей в государственной информационной системе ЖКХ, которая, в общем-то, только приступает к своей работе, там есть ряд нерешенных технологических моментов, поэтому у нас она только по-прежнему в состоянии абробации для Санкт-Петербурга. И также передача потребителей голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи. если раньше все эти способы возможно и применялись, но фактически не были узаконены, то сегодня мы видим однозначно, что об этом правило предоставления коммунальных услуг говорит. Также, как, в общем-то, мы видим сейчас в основном передовой в этой части Ростелеком, он там присылает сообщения на мобильные телефоны, которые считаются фактическим получением, и оттуда в общем-то идет отсчет срока, в течение которого услуги Ростелекома могут быть отключены. Просто такую практику мы уже видим. И теперь она, наверное, скоро перейдет и в ЖКХ. Как только ЖКХ подтянется со всеми передвижными радиотелефонными связями, все будет хорошо. Как Вы определяете день доставки? Потому что если смотреть по аналогии с налоговыми органами, они, не знаю, выражаться не хочется, они присылают и пишут факт уведомления со дня отправки налоговой инспекции. Вот они отправили, они считают, что в этот день они уверены. Когда ты получил, это им не плевать. А Вы как считаете день доставки? Я могу только вернуться к 354-м. там однозначно говорится о том, что должен быть удостоверен факт и дату получения потребителем. Поэтому если это запись телефонного... любая запись, но подпись российского получения ничего, никакой не Есть и такой способ, это я перечислила дополнительный. Заказное письмо и почта понятна, вручение, подпись понятна, все остальные способы по доставке они должны быть привязаны к сроку и моменту доставки. То есть телефонный звонок это в любом случае распечатка и его запись. Распечатка имеется в виду от мобильного оператора и сама запись телефонного разговора. Идет автомат, проговаривает. Да, я знаю, например, если включен автоответчик, то может кто угодно проговорить. у этих всех официальных инстанций автомат проговаривает кто кому что угодно. Будет непросто. В суде, я думаю, будет непросто. Что как бы он приостановлен? В коммунальных квартирах приостановка ограничения подачи в коммунальных дверей. Ну, опять-таки, да, вы понимаете, что вопрос непростой и приостановка в коммунальных квартирах на сегодняшний день, вот я могу как бы сказать однозначно практика, она идет по тому пути, чтобы в коммунальных квартирах все-таки не приостанавливать предоставление коммунальных услуг, потому что основным принципом, который заложен в 354, то, что, в общем-то, здесь написано, да, я недомысливаю, не должно нарушать прав других сособственников. Все-таки это основное правило. Тут уже, конечно, работа управляющих организаций можно посочувствовать, потому что в коммунальных квартирах есть действительно собственники, которые исправно вносят плату, а есть... Ну, естественно, я прекрасно понимаю, но сейчас я вам практически, практическую сторону этого вопроса освещу. Вот смотрите, задолженность сейчас управляющих организаций, товарищей, собственников жилья перед ресурсно-набжающими организациями держится на очень высоком уровне, да, там приближается к 20 миллиардам, то есть часть этой задолженности, она является, скажем так, связанной с периодами оплаты, а часть, она является стабильной и требует принятия мер по ее снижению. Так вот, ту практику, которую анализирует жилищный комитет, да, при проведении вот этой претензионной работы, говорит о том, что вот именно претензионная работа в части направления предупреждения и уведомлений, она очень эффективна, и большинство, я не знаю, ну, видимо, у нас люди забывают или что там у них происходит, но когда они получают предупреждение, большая часть людей, и, конечно, не все, но все-таки процентов 60 свои счета оплачивают. Поэтому я полагаю, что то, о чем вы спрашиваете, нужно рассматривать в виде вот этой работы управляющих организаций, которые все-таки стремятся принять хоть какие-то меры по снижению этой задолженности. Да, да. выселение в настоящий момент такой способ борьбы с задолженностью, имеется. В городе в течение года как правило один или два должника выселяются, но тот случай, который описываете вы, он говорит о том, что это все-таки асоциальные элементы. Их немало. Они, как правило, даже не приватизируют комнаты, в которых они проживают. Да, многие из них по-прежнему отнесены к государственному жилищному фонду. Но переселение должно осуществляться в не менее чем 6 квадратных метров на человека, как вы помните. И фактически получается, что то тяжелые помещения, которые органы государственной власти могут предложить этим людям, они превышают по площади по площади то, что они занимают. В общем, фактически не плати, я уже не буду говорить про низкую социальную ответственность, и получи помещение более того, оно должно быть отремонтировано еще, иначе суд у нас такое решение однозначно не примет. Ты переедешь в новое, большее жилое помещение. Поэтому фактически юридический механизм существует, но практическая его реализация говорит о том, что это тупик. Это тупик. Вынуждена тоже, в общем-то, констатировать этот факт. Неоднократно опять-таки обсуждалась и в Государственной Думе возможность изменения законодательства для того, чтобы все-таки лишать жилого помещения и переводить любое социальное жилье, в смысле специализированный жилищный фонд, где невозможно возникновение права собственности. Но до настоящего момента все-таки отстаивается возможность возврата социальных элементов в нормальную жизнь и не лишение кого-то единственного жилья. Вот единственное жилье является у нас на сегодняшний день самым охраняемым объектом. Поэтому, к сожалению, не могу ничем вас порадовать. Относительно ограничения при становлении предоставления коммунальной услуги, кроме всего прочего, ведь и эти мероприятия, которые возможно проводятся, ведь такие люди живут иногда и в отдельных квартирах, также должны взыскиваться. Все эти мероприятия затратные и стоят определенную денежку, и она тоже должна взыскиваться с лиц, которые допустили несвоевременную оплату. Тема, конечно, горячая, не дай бог кому-то таких соседей, потому что решить эти вопросы просто с использованием жилищно-коммунального законодательства невозможно. В последнее время очень многие радуют и вспоминают, что все эти положения в жилищное законодательство к нам перешли частично из германского, частично из французского законодательства, но там, в принципе, было полное регулирование этих вопросов, где предполагается, что человек перед тем, как приобретает жилое помещение в каком-то управляемом многоквартирном доме, получает согласие остальных собственников. И, естественно, если они этого согласия не дадут, то и жилое помещение к нему и помещение вообще не переходит. А если ты уже стал собственником, ты однозначно должен войти в товарищество собственников жилья, например, а у нас можно и не входить. Вы же наверняка знаете, что ни в одной стране такой бредовой приватизации, как у нас, нет и не было. Но истории у других стран были совсем другие. И когда я об этом законодательном собрании говорил о принятии нового жилищного кодекса, все только аплодировали, хохотали и хлопали, и ногами скучали. Все все понимают, только результаты. оптимисты у нас все очень, конечно, большие. В законодательном собрании, в Государственной Думе, в общем-то, все хорошо. Но я бы очень хотела уделить совсем немного времени, остается, но все-таки обратить ваше внимание еще на одно решение высших судов, которое вчера как раз было засилено, 21 числа состоялась апелляция по этому решению, но которое имеет большое значение для управления многоквартирных домов в целом в Российской Федерации. Суть проблематики стоит в следующем. Жилищным кодексом предусмотрено наше с вами право как собственников помещений в любой момент принять решение об изменении выбора способа управления и изменения управляющей организации. Ну или сменить управляющую организацию на товарищество и обратно. Такая возможность продекларирована в 161 статье жилищного кодекса и в общем такое движение в городе существует, оно достаточно активное. В дальнейшем жилищный кодекс был дополнен положениями, касающимися лицензирования управляющих организаций в сфере жилищной. И мы с вами на сегодняшний день знаем, что любая управляющая организация должна быть включена в реестр лицензии субъекта Российской Федерации с указанием тех многоквартирных домов, которые находятся в ее управлении. То есть фактически открыв этот реестр мы с вами видим любой дом и он закреплен за конкретной управляющей организацией. Но вместе с тем жизнь многообразна. например происходит некий конфликт в основном эти истории конфликтные конечно и собственниками проводится общее собрание и принимается решение об изменении способа управления или управляющей организации. Здесь мы видим начинается сфера регулирования уже законодательства относительно внесения изменений в реестр лицензии потому что управляющая организация должна лишиться вот этого конкретного дома в реестре лицензий а другая управляющая организация ну я буду говорить просто управляющая организация для упрощения должна этот дом получить то есть в реестре лицензий должна быть указана что вычеркнуто из допустим лицензиата А и включено перечень лицензиата В есть определенный порядок внесения изменений в реестр лицензии субъекта Российской Федерации он утвержден приказом Минстроя 25 декабря 2015 года и номер у него 938 дробь пр приказ в смысле вот этим приказом были утверждены порядок срока внесения изменений в реестре лицензии в Санкт-Петербурге у нас такая практика тоже существует и она абсолютно коррелируется с той проблемой которая решалась в Верховном суде проблема состоит в том что когда происходит изменение управляющей организации и в государственную жилищную инспекцию которая введет реестр лицензии подается необходимые документы по установленному перечню среди этих документов и возможностей приостановления и отказа изменений в реестре лицензии было основание наличия судебных споров по вопросу определения лица правомочного осуществлять управление в многоквартирном доме сведения о котором указаны в заявлении то есть если было проведено собрание было принято решение что управляющая организация другая это управляющая организация выполнила все требования заключила договоры новые управление собственниками помещения в многоквартирном доме и подалась для того чтобы внестись в реестр лицензии чтобы ресурсоснабжающей организации заключили с ней договоры потому что для ресурсников основной документ это реестр лицензии чтобы никто кто попало не обращался и вот выполнив все эти требования имея на руках протокол общего собрания имея на руках заключенные договоры не могли получить запись в реестре по той причине что если предыдущая организация к примеру даже возьмем крайний случай злоупотребляющая подала любой есть любой вообще суд относительно право на управление это приостанавливало в общем-то на наш взгляд на наш взгляд полностью коллапсировало этот процесс злоупотребление правом вообще были расхожие случаи в изменении управляющей организации то же самое когда люди пытались убежать от управляющих организаций кстати часто это бывает и в новостройке преимущественно когда оставляется застройщиком управляющая организация которая имея собственности нежилые помещения манипулируя голосами направляет средства собственников в общем-то неизвестном направлении ну может быть в известном но не в том в котором бы хотелось собственник скажем так вот вот эта проблема и отсутствие у государственной жилищной инспекции возможности принять решение да и встать на сторону собственников ввиду того что препятствием являлось наличие судебных споров было для нас такой в общем-то серьезной проблемой и вот в настоящий момент времени как я уже сказала вам в верховном суде по иску конкретной управляющей организации были оспорены положения приказа Минстроя в части наличия вот этого с точки зрения заявления заявителя ограничения что можно сказать по этому вопросу что суд дал развернутую позицию она опять-таки достаточно интересна да решение суда было вынесено 29 сентября 2017 года номер АКПИ 17-704 вчера 21 числа апелляция его засилила вот вы можете тоже с ним сторонами был Минстрой отвечает Минстрой приказ Минстрой обжаловаться 29 сентября 2017 года номер АКПИ 17-704 вот и суд рассматривая проблемы вот этого правового регулирования данного правового акта данного приказа отдельно обратил наше внимание он вышел за пределы поданного административного заявления поскольку заявитель в общем-то оспаривал данное положение приказа применительно в первую очередь закон о лицензировании но на эти доводы с этими доводами Верховный суд не согласился но вышел опять-таки да еще раз говорю за эти пределы и дал свою оценку и обоснование незаконности все-таки этого решения суть этих обоснований сводится к следующему по смыслу норм содержащихся в законодательстве в случае как я говорил уже если новая управляющая организация уже заключила договоры с новыми собственниками помещения многоквартирном доме она должна так или иначе разместить эту информацию в государственной информационной системе существует такая обязанность об адресе или адресах многоквартирных домов и эта информация должна иметь достоверный характер отсутствие возможности внесения в информационную систему этого комплекса сведений фактически препятствует реализации обязанностей управляющей организации и с учетом того что способ управления выбирается на общем собрании это является препятствием выполнения обязанностей установленных законодательством препятствия ну здесь в общем-то достаточно подробно и говорю не безинтересно вот именно как профессионалов ознакомиться с этим решением но для нас так или иначе должно быть понятно что Верховный суд сказал что управляющая организация обязана приступить к управлению многоквартирным домом не позднее чем через 30 дней после заключения договора а как правило у нас с вами судебные споры вообще за этот срок никак не разрешаются и многоквартирный дом должен управляться одной организации ну Минстро и Минюст они в общем-то понятно там возражали отстаивали свою позицию но суд указал что реализация любым заинтересованным лицом права на судебную защиту не означает недействительность решений результатов конкурсов договоров пока в соответствующем порядке не принято решение суда и оно не вступило в законную силу что в общем-то как мне представляется полностью соответствует духу закона и наличие любых споров не может являться препятствием реализации собственникам собственниками принятых решений то что называлось всегда в римском праве шаканой предупреждение права однозначно ну вот мы наблюдали теперь слава богу в общем-то мы даже ездили в Минстру и говорили по этому вопросу но нам там что-то обещали такое смутное но в общем появился заявитель общества с ограниченной ответственностью смарт-сервис который выступил вот таким образом по первой инстанции в Верховный суд апелляция стала на его же сторону и в общем-то мне кажется что да возникнут теперь возможно другие проблемы они так или иначе могут возникать то есть это новое решение общего собрания новое изменение управляющей организации но как мы знаем для этого есть хотя бы минимальная страховка потому что любые протоколы собственников у нас должны поступать в государственную жилищную инспекцию и если в течение трех месяцев поступает два протокола общего собрания на которых рассматривается один и тот же вопрос например да это письменная управляющая организация это является однозначным основанием для проверки органами государственной власти в общем-то происходящего в этом многоквартирном доме и принятия безотлагательных мер потому что до этого государственная жилищная инспекция была в общем-то ну у жилищного комитета может быть там могут быть свои доводы но все-таки это сфера работы государственной жилищной инспекции это их ответственность и они говорили о том что да к сожалению окончательного решения быть не может должна быть приостановка ну а приостановка приводила к работе с ресурсниками к выставлению возможностей двойных квитанций внутренних войн и так далее ну вот мне кажется что это такое вот очень важное для нас решение судьбоносное и именно связанное с изменениями работы управляющих организаций полагаю что практика пойдет по новому пути и в общем-то все будет неплохо два слова хотела сказать относительно общего имущества в многоквартирном доме это вопросы связанные с обеспечениями доступности для маломобильных групп как мы с вами понимаем что до недавнего времени эта тема так или иначе обсуждалась в общем-то в обществе никаких кардинальных движений решений не принималось но вот на сегодняшний день в общем-то законодательно и организационно эти вопросы решены и я хотела просто обратить на ваше внимание что наверное в следующем году вы уже сможете заметить такие изменения хотя судебная практика о которой на судебной практике я остановлюсь чуть позже так вот речь идет о том что 649 постановление правительства Российской Федерации запустило механизм приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов суть процедуры состоит в том что любой инвалид на самом деле даже не отнесенный к маломобильным группам вправе подать заявление в региональную комиссию под комиссию на территории района где он проживает и комиссия выйдет и обследует условия его проживания и общее имущество и занимаемую квартиру если будет возможность ее приспособить вплоть до установки внутренних пандусов в жилом помещении в общем имуществе понятно что там и оборелия и подъемники и оборудование дополнительных входов и придомовой отмостки и все вот эти технические вопросы к сожалению в 649 ничего не сказано про лифты что в общем достаточно удивило нас то есть до лифта мы можем все устроить инвалиду там есть возможность спуск по лестницам это тоже отдельная тема вот там даже не буду говорить где-то это возможно могу сказать однозначно даже без входа в лифт вот но тема опять-таки очень горячая да потому что учет потребностей инвалидов у нас теперь буквально на таком же уровне как в Европе ну по крайней мере нам такой уровень задается да вот чувствую что скоро все так будут к этому вопросу подходить очень активная работа в этом направлении ведется так вот после обследования проведения работ в случае наличия технической возможности будет проводиться за счет средств бюджета Санкт-Петербурга единственный нюанс ведь общее имущество да там вот лестничные клетки лестницы выход является общим имуществом собственников многоквартирным домом и до вступления 649-го постановления в силу в Санкт-Петербурге имеется практика когда собственники принимают решение против переоборудования вот этого общего имущества и дополнения его некоими новыми элементами казалось бы что моральная сторона дела здесь страдает и люди недостаточно сознательны но я вам хочу сказать что причина принятия этих отрицательных решений в первую очередь связана с тем что дополнительное оборудование которое устанавливается для приспособления общего имущества оно в дальнейшем требует содержания за счет средств собственников всех не могу вам однозначно сказать что люди проголосовали имея ввиду что появится какая-то новая строчка в квитанции но наверное это их беспокоило потому что часть подъемников которая в общем-то работает и может быть установлена за счет средств бюджета сейчас есть совершенно фантастические современные технологии которые действительно людям облегчают жизнь но они требуют конечно постоянного сопровождения и технической поддержки насколько вот это вот все дополнительно обременит собственников многоквартирном доме нужно смотреть исходя из конкретных технологических решений но люди оспаривали в общем-то даже те случаи когда такое оборудование было установлено даже есть в общем-то информация о таких фактах когда оборудование устанавливалось и потом принимались буквально решения его демонтажа поэтому здесь гуманитарная линия в законодательстве она в общем-то одновременно у нас вступает некое противоречие с правами собственников будем смотреть как будет формироваться судебная практика но в общем все равно вы можете уже видеть да такие вот проблемные решения у нас в Санкт-Петербурге действует 389-е постановление правительства Санкт-Петербурга которым создана региональная комиссия 389-я 24 мая 2017 года региональную комиссию курирует жилищный комитет в общем-то возглавляет мы смотрим еженедельно сегодня очередное будет заседание этой комиссии огромное количество технических решений предложений принимаем решение технической возможности и невозможности переоборудования если технической возможности нет то выдается заключение нашей региональной комиссии и в дальнейшем межведомственной комиссии принимается решение о непригодности жилого помещения для проживания этого инвалита то есть фактически появляется основание для предоставления нового жилого помещения но переселяться туда он будет вместе с членами своей семьи. Тут, в общем-то, новая правовая полезия. Часть членов семьи совершенно не хотят никуда уезжать, у них, в принципе, их-то в своей квартире все устраивает. Поэтому есть направление федерального законодательства, которое, казалось бы, позволит решить за счет средств бюджета эти проблемы, но мы предполагаем и прогнозируем, что решения собственников и сособственников могут быть очень разными, что потребует дальнейшего внесения изменений, наверное, в постановлении правительства уже Российской Федерации. А ты, Владимир, одно время ходила идея собирать инвалидов в определенные дома, оборудованные, обустроенные, со всеми удобствами, чтобы они не были связаны. В большом доме куча собственников, а инвалид один. И начинаются делать? Есть такая идея. Она реализована следующим образом. Если, к примеру, мы так предполагаем, у нас члены семьи инвалидов, которые, в общем-то, нуждаются в улучшении, повышении доступности среды, но человек, в общем-то, не поставил на себе крест, то есть возможность предоставления жилых помещений в специализированном жилищном фонде, действительно в специально оборудованных домах. Но там помещения предоставляются не по договору социального найма, не передаются в собственность. Туда он может поехать без члена семьи. Эта возможность, опять-таки, будет в любом случае людям будет предлагаться, если сособственники или люди, которые, в общем-то, являются собственники, инвалиды иногда не на своей площади проживают. Если они откажутся переезжать, то будет предоставляться ему и такое помещение. А те помещения, которые предполагаются, если люди, вся семья готова будет переехать, да, город сейчас пытается, предпринимает беспрецедентные попытки закупить жилые помещения в новых домах, где есть все необходимые, где соблюдены все необходимые требования по доступности. Потому что сейчас строительство, конечно, ведется уже по соответствии с другими требованиями, с новыми. Но я могу сказать, что в Москве разработаны фантастические проекты, типовые у них альбомы по переоборудованию жилых помещений. Так вот, для того, чтобы было понятно, о чем речь идет. К примеру, есть требования по заезду, там, допустим, в ванну, в туалет, да, для инвалидов. Вот. И наши, к примеру, хрущевки, ну, ясно, что там проем невозможно расширить. Вот. Так вот, эти планировочные решения предполагают установление, ну, вы знаете, да, вот такие вот есть двери, которые раздвигающиеся полностью на ванной туалет. То есть убирается перегородка между ванной и туалетом, а все вот это вот дело пространства закрывается таким способом. В общем, нетривиальные технологические решения. Вот. Мы, в общем-то, тоже их смотрим, пытаемся там свою позицию на эту тему сформировать техническую, но без пожеланий заявителей инвалида все равно эти все проекты не будут реализовываться. Единственное, что однозначно мы можем говорить, что на общем имуществе мы можем установить вот такие вот пандусы, которые позволяют плавно там идти, съезжать там и так далее. Такие моменты однозначно могут быть решены. Ну и аппарели. Многие говорят о том, что оборудование и улучшение доступности среды позволяет и молодым родителям пользоваться всем этим на свете без проблем. Поэтому все-таки мне кажется, что это улучшение не только для людей, которые в настоящий момент уже признаны инвалидами. Ну, в общем-то, из такого главного направления по доступности среды я могу сказать, что все адреса, по которым будут проводиться такие работы за счет средств бюджета, будут утверждаться постановлением правительства Санкт-Петербурга. То есть будут доступны всем, и там будет понятно. Ну, давайте посмотрим. Здравствуйте, вопрос. Предоставление освободившейся жилых помещений в коммунальной квартире. У человека комната 11 метров, просит свободную 30. Если считать общую, 17 квадратных метров, и у него соц.найм. Так, дальше про 42-ю статью. Прибавляет туда же комнату 11 метров, общая собственность 17. В ответах нет ссылки на законы. При этом заявитель... Так, 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 выписался его мама. Так как у нее есть квартира, после всего этого снятия с учета не обеспечена. Значит так, я коротко отвечу на этот вопрос. Конечно, в любом случае должно быть понятно, где отказывают. Наверное, это делает администрация района. Возможно, да, я предполагаю. Но нужно смотреть официальную переписку. Да, действительно, при обеспеченности рассчитывается не только занимаемая комната в коммунальной квартире, но и размер общей площади, которая в квартире, которая приходится пропорционально площади комнаты. Я так понимаю, что здесь обсуждается вопрос предоставления жилых... предоставления комнат в коммунальной квартире в соответствии с статьей 59. И осматривается вопрос, можно ли предоставить ее по соц. найму, или же она должна предоставляться как выкупаемая. В любом случае, тут еще мама... Если ухудшение, наверное, вопрос здесь внутри зашифрован, если считают маму, то, вероятно, предполагают, что произведено ухудшение. Но я однозначно не смогу, да, вот эту ситуацию сейчас оценить как правильную или неправильную. Могу сказать однозначно, да, что в течение пяти лет, если ухудшались жилищные условия, то этот фактор учитывается при расчете жилищной обеспеченности, от этого никуда не уйти. Тем более сейчас Росрегистр данные сохраняет, мы можем их видеть и получить сведения в операциях, проведенных за последнее время. Это, в общем-то, не секрет, все должны об этом знать. Относительно возможности предоставления по договору социального найма, если человек проживает в коммунальной квартире, то его просто так, жилищного учета, если он там состоял, не снимут. Если он состоит на жилищном учете, то здесь единственный вопрос, да, что предоставляется площадь второй комнаты, которая превышает площадь предоставления, а именно 18 квадратных метров, да, на человека. Но для коммунальной квартиры мы здесь можем рассматривать как предоставление договора социального найма, ну, если, например, у членов семьи было больше, ну, здесь про ухудшение нужно делать оценку. Вот, но в любом случае выкуп в этой квартире, этой комнаты, он совершенно реален, он будет по льготной цене, да. Но вы же спрашиваете здесь о предоставлении по соц. Ну, смотрите, нет, я все понимаю, о чем вы говорите, да. Ну, вот смотрите, если вот даже эту дискуссию сейчас не разводить по поводу собственника и найма, если он занимает, к примеру, 11 метров и предоставляемая площадь 30, да, и это один человек, то это всяко больше 18. И позиция, скорее всего, сформированная. Нет, у нас в любом случае, смотрите, если есть такая проблема, нужно посмотреть документы, я, как бы, ваши документы услышала, но для того, чтобы пересчитать здесь до сантиметра и понять позицию, напишите тогда в жилищный комитет, а лучше приходите. Потому что в пользовании у нанимателя находятся и места общего пользования. Сейчас мы спорить действительно не сможем, но нанимателю принадлежат такие же права по пользованию местами общего пользования, как и собственнику. То есть, фактически он пользуется этим. Но оценочные категории, конечно... Практика расторжения договора социальной вновь и прав собственности в связи с неоплатой коммунальных услуг. Практика такая существует. Не знаю, в чем суть вопроса. Да, действительно, выселение происходит, но это единичные случаи, не только по той причине, что иногда улучшаются жилищные условия неплательщиков, но и по той причине, что заключаются соглашения, и люди частично вносят эту оплату, с чем выселение не производится. Ко всему прочему, имеется возможность получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. На основу года отдельно выделяется новое государственное казино-учреждение, городской центр по предоставлению субсидий по оплату жилья и коммунальных услуг. И, в общем, этим центром назначается помощь, социальная помощь людям для того, чтобы вносить эту плату. Если вдруг долг накопился ввиду объективных каких-то причин, можно заключить соглашение о погашении этой задолженности, при условии его выполнения будут люди получать субсидию. Поэтому практика, она, конечно, учитывает невозможность отчуждения объекта, который является единственным местом проживания. В общем-то, как сформирована сейчас практика федеральная. Если парадная занята колясочная, так, ТСЖ, как подать в суд? Единалично или собрать больше сособственников парадной? Какие шансы? Всегда ли занятие колясочной ТСЖ является незаконным действием? Несмотря под что это занята колясочная. Она в технических документах может называться колясочной, да, но если это помещение используется для нужд всех сособственников, то, в общем-то, конечно, тогда шансы не слишком велики. Но практика, с той, которую видим мы, да, лучше, конечно, когда несколько собственников подают в суд на защиту своих интересов. Потому что там есть ряд нюансов. У кого-то права будут больше затронуты, у кого-то нет, потому что доказывать в первую очередь нужно будет нарушение своих прав, а не просто то, что там колясочная кем-то занята, да. Нарушение непосредственно каких прав, вот это действие препятствует реализации каких непосредственно прав. Вот, по сути, какой момент, как правило, рассматривается. Может ли вы прокомментируете с точки зрения нормы действующего законодательства, возможность создания на квадшинных домах мини-отелей-хостелов? Это наша любимая тема. Да, я могу. В течение 2017 года производится масштабный штурм положения жилищного законодательства относительно размещения мини-отелей-хостелов. В чем заключается этот штурм, да, изначально в Хованской был внесен законопроект, который дополнительно запрещает размещение вот этих вот объектов, мини-отелей-хостелов и других гостиниц, да, они там по-разному называются, в жилых помещениях без принятия решения о их переводе. В процессе рассмотрения этого закона возникла другая группа там же, да, у законодателей там же, которая, в общем-то, захотела исправить эту ситуацию в сказке о спящей красавице и установить то, что на самом деле использование жилых помещений под мини-отелей в многоквартирных домах возможно даже без перевода в нежилые помещения, но для этого необходимо ряд условий исполнить. Может быть, вы слышали, в общем-то, все докатилось даже, борьба этих группировок докатилась до президента Российской Федерации, которому было дано поручение правительству Российской Федерации в том числе принять решение и поучаствовать при подготовке поправок. В настоящий момент, я могу вам сказать, что вот у нас такой проект поправок имеется и срок буквально ответа по нему сегодня, поэтому актуально, но на сегодняшний день предлагается вот группой, которая хочет размещать мини-отели, допускать использование жилых помещений в этих целях в случае, если имеется стопроцентное решение собственников в этом конкретном подъезде, если имеется большинство голосов за в многоквартирном доме, плюс еще внесение вот этих вот ательеров в определенный реестр, ну и еще, в общем-то, где-то на полтора листа различных условий. И на любом этаже? Да, вот что самое интересное, на любом этаже. Я, опять-таки, это, понимаете, тема Москва и Республика Крым, просто вам хочу сказать, да, вот они другую позицию заняли. Они не примкнули ни к первой группе Хованской, ни к второй группе, которые, наверное, все-таки лоббируются определенными сегментами рынка. Москва и Крым предложили третий вариант. Они считают, что нужно разработать поправки в жилищный кодекс, которые бы говорили о том, что мини-отели и хостелы могут размещаться в жилых домах, то есть не в многоквартирах, а также в многофункциональных зданиях. Это то, что мы в ближайшее тоже время ждем, изменения законодательства, многофункциональных зданий с целью узаконить апартаменты, то есть там, где могут жить люди, но многоквартирными домами все-таки до объекта являться не будут, потому что многофункциональные здания сейчас хотят все-таки привести к многоквартирным домам в части оплаты коммунальных услуг, но не уверена, что это предложение пройдет и найдет, в общем-то, отклик, потому что, чтобы все мы с вами понимали, да, настроено множество нежилых зданий вот этих многофункциональных, в которых продаются апартаменты, в которых стоимость коммунальных услуг будет очень высокая, потому что льготные тарифы, которые можно применять для многоквартирных домов, для граждан, там не применяются и колоссальным образом возрастает нагрузка на социальную инфраструктуру. То есть поликлиники, детские учреждения, которые были спланированы и построены под определенную нагрузку, претерпевают такой, в общем-то, напор, такой поток желающих там находиться, что, в общем-то, не выдержит никакой критики. Вот я могу сказать, что в отдельных районах города, буквально, как же это, вот, помните, раньше были какие-то посменные школы, вот, в садике неполного дня рабочего, да, вот уже есть такие проблемы. Да, 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 вот это прямо, я, слава богу, мне уже выросся, да, но я могу сказать, что вот мои коллеги, у которых маленькие дети, вот, да, они сталкиваются с такими проблемами, и они вызваны непосредственно, вот, да, вот такими проблемами, когда невозможно было спланировать, не допускалось строительство, и чтобы там увеличивалась плотность населения, не предполагалось, но стройка была осуществлена в рамках многофункциональных зданий и апартаментов. Вот, поэтому тут законодатель борется, и с мини-отелями судьба будет решена в следующем году. Вы знаете, некоторые хотели бы решить эту проблему до. Особенно в Крыму. В Крыму, мне кажется, что жилые дома, и все хорошо, там не надо соглашаться, а вот относительно Москвы и Санкт-Петербурга не уверена. Договор со снаемом заключен с ГУЖА, в суд обратилась администрация, расторжение договора социального найма. Вопрос, у кого имеется полномочия по расторжению договора социального найма или приватизации? Так, ответ. Решение о приватизации принимается жилищным комитетом. А расторжение и заключение договора социального найма осуществляется администрацией и жилищными агентствами. В каком порядке? У нас все договоры социального найма заключаются на основании решений органов государственной власти. Так, в общем-то, установлено в жилищном кодексе. Этими полномочиями по принятию решений обладают администрации района. Администрация района их дает в распоряжение, на основании распоряжения заключается договор социального найма уже с жилищным агентством, которые у нас в силу прямого указания являются наймодателем. Просто не могут с кем попало, да, заключать договор социального найма, а только с теми людьми, в отношении которых принято решение администрации района. Поэтому, когда администрация, наверное, я так предполагаю, обратилась в суд о расторжении договора социального найма, она здесь, в общем-то, реализует вот эти вот самые полномочия органам государственной власти. Но в жилищный комитет не обратится. Оказание жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества потребитель решен законодателем возможности сбора на доказательственной базы. Так, ну, в общем, тут сложности с тем, чтобы доказать, что лампочки в парадных отсутствуют, плохо убирается. Каким образом можно собрать доказательную базу? Каждый день обращаясь в Роспотребнадзор, проходили процедуру, происходить процедуру нереально, законодатель не учитывает. Так, ну да, есть законодатель, я согласна, с законодательным все не очень. Но мне кажется, что вот эта проблематика, она может быть решена в рамках все-таки регионального жилищного надзора. И государственная жилищная инспекция, она на сегодняшний день наделена возможностью привлечения к административной ответственности. Потому что если вы хотите просто не оплачивать, да, эту предоставленную услугу, то вы это сможете сделать в случае, если государственная жилищная инспекция зафиксирует по вашему обращению это все нарушения. Можно выяснить, я не волнуюсь, это вам. Вот это я даже поговорю. Погадать, когда выдаешь, что о том, что лучше не сделать, да, не только в основном, а и начнем. Жжет, ищет по вашему обращению, к тому, что вы. А вот, если что-то не материально, которая размашивает все предыдь, это будет, естественно, не будут. Наверное, как, но или трепет, да, если вы, когда вы видите, то будет, поэтому это, когда вы это привлекает, тогда вы считала, естественно, Поворачиваться. Поворачиваться. Какая у вас управляющая организация? С кем вы там боретесь? С несколькими, да? Какая у вас управляющая организация? Есть такие случаи. Жилой многоквартирный дом имеет централизованную систему кондиционирования жилых помещений, которая отнесена к общему имуществу. Значит, дом новой стройки. В летний период за счет на оплату включается плата на электроэнергию употребляемую. Да, такое может быть. При этом собственные квартиры не используют предоставляемую услугу. Законно ли в данном случае взимания собственника платы потребленной общей домовой системой кондиционера? Не важно, что помещение общего пользования, лестничные площадки, паркинг данной системы не оборудованы. Но данная система в любом случае является одной из инженерных систем, которые в доме функционируют. И поддержание ее в надлежащем состоянии все равно является обязанностью собственника. Об этом неоднократные высшие суды, в общем-то, высказывались. Думаю, что в этой части все-таки, скорее всего, это законное требование. У нас есть аналогичная ситуация, может быть, более распространенная, потому что тут явно, что конструктивно очень обеспечен многоквартирный дом. В частности, по поддержанию, скажем так, услуги по теплоснабжению, тогда, когда горячее водоснабжение в доме присутствует, а теплоснабжения уже ввиду окончания отопительного периода уже нет. Но вместе с тем горячая вода там идет по стоякам, по полотенцесушителям. Такой вопрос был, и, в общем, он получил свое разрешение в виде подтверждения законности выставления этих счетов. Здесь ситуация не точно такая, но аналогичная. Поддержание систем, относящихся к общему имуществу в надлежащем эксплуатационном состоянии. Думаю, что придется все равно платить. Так, а это мы уже отвечали. Да, практика расторжения договоров. Так, есть ли программа предоставления субсидий ветеранам Великой Отечественной войны, не имеющим жилья в Санкт-Петербурге, который подарил свою квартиру более пяти лет назад? Ну, здесь, в общем-то, условия помощи ветеранам Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге не изменились. Необходимо, чтобы ветеран Великой Отечественной войны, имеющий соответствующее удостоверение, в котором есть отметка на право на льготу, именно как ветерана Великой Отечественной войны, прожил в городе не менее десяти лет. Ну, тут я вижу, что про возможное злоупотребление ответ есть, это было более пяти лет назад, чтобы было доказательство проживания его не менее десяти лет, затем необходимо подать документы на принятие его на учет именно по этой льготной категории, потому что в этой льготной категории не предъявляется требование к малоимущности. Поэтому практика, опять-таки, да, у нас ежегодно порядка 50 ветеранов уже, несмотря на то, что 70-летие вот это все уже произошло, все равно люди продолжают получать квартиры, если они их ни разу не получали. Нет, ветеранный закон в настоящий момент говорит о том, что ветеранам предоставляется жилое помещение как ветерану, как ветерану, да, там есть особые водные условия, там немножко другой метраж, предоставляется один раз. Если ему пять лет назад предоставили, он, ну, к примеру, да, такое часто бывает, подарил детям и хочет еще раз, то, конечно, здесь законодатель уже ограничил в реализации этих желаний и права его. Ну, в этом случае, мне кажется, что вполне возможно свое право, которое у него законно... Нет, по договору социального найма, можно, да, но для этого необходимо... Понятно. Там и как квартира можно, так и субсидии получить. Единственное, нужно быть принятым на жилищную учебу и проживать 10 лет, да. Для того, чтобы быть принятым на жилищный учет, ваша жилищная обеспеченность, как ветерана, должна быть менее 9 квадратных метров для отдельных квартир, 15 квадратных метров общей площади для коммунальных. То есть жилищная обеспеченность, проживание 10 лет, наличие документов, подтверждающих статус, льготу и, ну, я так понимаю, что другие условия соблюдены. Это все дело... Собираются эти документы, их можно подать в МФЦ, в администрацию района на предоставление государственной услуги о принятии на жилищный учет в качестве нуждающихся для ветеранов Великой Отечественной войны. И, в общем-то, в течение года эти вопросы так или иначе рассматриваются. А это последний. Какая учетная норма для ветеранов? Нет, никакая учетная норма не изменялась. Нет, 10 квадратных метров – это на содействие в улучшении жилищных условий. Можно, конечно, и об этом говорить, но там просто для содействия есть еще ряд других условий. Так, семья из 4-х человек, мать имеет в собственности комнату в коммунальной квартире, там прописано, дети с отцом прописаны у бабушки в 3-комнатной квартире, собственности не имеют. Является ли улучшение жилищных условий для принятия на очередь прописка отца с детьми к матери? Ну, вообще, конечно, является. Считайте, что они по документам-то, в общем-то, живут в 3-комнатной квартире. Единственное, что несовершеннолетние дети, вот вопрос регистрации к матери несовершеннолетних детей, вот этот вопрос может быть рассмотрен на конкретной комиссии, на жилищной комиссии, которая работает в администрациях районов. Но все-таки я считаю, что нужно сначала посмотреть документы, чтобы посмотрели эти документы в жилищном отделе администрации. Ну, а отца однозначно это ухудшение. Это просто приведет к тому, что при предоставлении жилого помещения или расчете размера социальной выплаты не будут учитываться лица, которые вновь зарегистрированы. В общем, самые страшные последствия вот такие, то, что на них не выдадут ни денег, ни квадратных метров. Наталья Владимировна, огромное вам спасибо. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Да, коллеги, я вас тоже поздравляю. Успехов, удачи в наступающем году. И надеемся, что еще увидим вас в следующем году. Я тоже надеюсь. Спасибо большое за внимание. Передохните, коллеги, несколько минут. Найдем вопрос, буквально. Есть такая... Покрили нас с с с... Покрили нас с...